Всем большой привет! Сегодня мы опять работаем с шоколадом и опять работаем с молдом. И на этот раз у меня вот такая вот нежная, прекрасная шкатулка. И сейчас мы будем ее заполнять темперированным шоколадом. Как темперировать шоколад, видео у нас на канале есть, сейчас я вам показывать этого не буду. У меня здесь белый шоколад, он уже, соответственно, оттемперированный. Я его завела в кондитерский мешок и отрезаю кончик. Как я говорила вам после последнего видео, где мы делали кроватку детскую, что удобнее всего молд наливать, не как я вот наливала в видео, а делать это с помощью кондитерского мешка. Таким образом, меньшая вероятность того, что в какие-то места не попадет шоколад. Видите, молд у меня из двух частей состоит. Одна крышка, часть, и вторая донышко ее. Шоколад хорошо стучим молдом, чтобы все-все пузыри у нас вышли. Все, и убираем в холодильник минут на 15-20 примерно, потому что емкость достаточно у нас глубокая. Шоколад должен хорошенько схватиться, и будем доставать его отсюда. Вот так вот хорошо шоколад у меня схватился. И сейчас мы его отсюда вытаскиваем. Помните, в прошлом видео про люльку я вам говорила, что если вы грязно зальете шоколад в формочке, то он у вас может потрескаться, так как вот отсюда шоколад будет тянуть этот шоколад. Здесь вот идеально у меня ровный, и, соответственно, ничего не потрескалось. Видите, как шоколад хорошо выходит. Ничем мы формочку абсолютно не смазываем. Если шоколад правильно оттемперирован, он сам просто отсюда выпрыгнет. Смотрите, это крышка. Видите, какой глянцевый он получается. Темперированный шоколад. Все, видите? И другая часть шоколада также прекрасно отошла. Он такой тяжелый, увесистый. Столько мы сюда сейчас вбухали шоколада. И посмотрите, как здорово получается. Это наша крышка от шкатулочки. Идеально ровно она сюда ложится. И получается вот такая вот прелестная шкатулка. Она очень большая. Она больше моей ладони. Очень увесистая. Сюда вовнутрь можно положить всякие сладости или подарок какой-нибудь. Вы можете оставить ее вот в таком цвете, который она и есть. Мне, например, вот так вот больше всего нравится. Можете покрасить ее кандурином. Вот, например, золотой кандурин. Здесь я не буду красить. Ой, набрызгала все равно. Вот, ангелочка, например, разукрасит. Вот здесь покажу пример. Видите, как кандурин быстро, красиво его разукрашивает. Вот, например, золотой цвет. Или же сейчас покажу вам. Серебряный, например. Можно с помощью аэрографа мелкие детали разукрасить. Или тем же кандурином. Но мне вот так вот нравится. Он, знаете, как гипсовая такая фигурка получается. Очень прикольно. Смотрите, какая идея. Различные вот эти посыпки. Все их знают, сахарные посыпочки. Можно, например, насыпать в шкатулочку. Сюда, например, положить какую-нибудь драгоценность. И вот так вот в шкатулке его преподнести. Это очень красиво. Можно вот так вот с сердечками делать. У меня есть еще вот такие вот разные посыпки. Серые. Вот такие вот очень красивые. Вот такая интересная шкатулочка у нас получилась. Я делала ее с помощью молда. Ничего там не вырисовывала. Я ничего такого подобного делать не умею. Вот. Это было очень просто. Повторите, попробуйте. В нем можно положить любые конфетки, риски. Или же, если хотите соригинальничать, кому-то подарить украшения. Например, можно вот так вот использовать сахарную красивую посыпку. И всегда положить какие-то украшения. И вручить. Все. Я вас обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok